Разговор ведется под запись. Да. Да, я вас слушаю. Что вы хотели сказать? Я хотел вас услышать. А, все, я понял. Нам сегодня поступило заявление Центрального Бака на возбуждение уголовного дела. По ст. 159, часть 3 УК РФ. Это мошенничество, совершенное должностным лицом. Согласно заявлению, вы ни в чем не раздеваетесь. Ваши паспортные данные были скомпрометированы с сотрудниками банковской структуры. Что такое компрометация, знаете, понимаете? Так, я... Сейчас возникли помехи, я не расслышал, что вы сказали. С какого момента не расслышали? Уточните, Алексей Сергеевич. Что-то там про банковских... Что-то про банк было. А, все. Смотрите, нам поступило заявление от Центрального Бака на возможность возбуждения уголовного дела. Статья 159, часть 3 УК РФ. Это мошенничество, совершенное должностным лицом. Вы ни в чем не подозреваетесь, вас никто ни в чем не обвиняет. По заявлению, ваши паспортные данные были скомпрометированы с сотрудниками банковских структур. Что такое компрометация, знаете? Представление имеется? Ну, то есть, мои паспортные данные были раскрыты, я так понимаю. Ну, не прям раскрыты, а кто-то из сотрудников банкова пытался использовать ваши паспортные данные для своих целей. Соответственно, как я и сказал, подозреваются сотрудники банковских структур. Угу. Я вас понял. Так. Смотрите, в первую очередь я должен вас уведомить, что в силу уступая статья 310 УК РФ, о неразглашении последственной тайны третьим лицам, друзьям, коллегам по работе, родственникам, на момент всех разбирательств. Вы уступаете одни сейчас находитесь или в окружении третьих лиц? Нет, нет. Рядом никого нет. Вы один, я понял. Вы на работе, дома? Дома. Дома я правильно вас слышал? Да, да, да. Угу, понял. Хорошо. По заявлению также сообщается, что на сегодняшний день под компрометацию попало более 120 тысяч человек. По отношению к ним совершаются попытки кредитования незаконным путем, а также списание личных денежных средств. Вы, соответственно, находитесь также в списке граждан, чьи данные были скомпрометированы, но материальный ущерб вам нанесен не был, то есть причинен не был. Были попытки. Данные попытки с Центральным банком Российской Федерации были приостановлены. После этого нам поступило заявление на рассмотрение и возбуждение уголовного дела. Вы уточните, за последние два месяца какие-либо организации, структуры, паспортные данные предоставляли? Нет. МФЦ, страховые, больницы, микрозаймы, банки, точно никуда? Нет. Дело в том, что эти организации все уже имеют мои документы. Я понял. Понял. Дело в том... Дело в том, что эти два-три месяца документы туда не предоставляли. Просто ранее они там имеют доступ. Ранее, когда-то очень давно, правильно? Да. А с мошенническими действиями в банковских структурах сталкивались, уточните? Нет. Не сакционированные списания, звонки... Нет. Единственное, с чем я сталкивался, это с разванком из банка, которые меня спрашивали про кредит. Я им сразу сказал, что я не брал никаких кредитов. Все, на этом разговор закончился. Так, а давно этот звонок поступал вам? Я не могу сказать. Я помню, что это было больше месяца назад. Точно. Так. Понял. А каким банком представлялись? Помните? Нет. Они не уточнили. Они не уточнили. Странный звонок. Конфиденциального характера информации, то есть паспортные данные, номера, карты, пин-коды, цифры на обороте карты, пароли за смс. Не разглашали, не запрашивали вас? Нет. Я понял вас. Хорошо. Я подумал тогда, что это был звонок из Сбербанка. Так. Понял вас. А вы в структуру Сбербанка пытались обратиться, говорили, что такой звонок поступал? Нет. 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 У меня есть Сбербанк онлайн, и там нет никакой информации по этому поводу. Я понял вас. Хорошо. Смотрите, в дальнейшем будет производиться ряд оперативно-розыскных мероприятий. Соответственно, на служебную переаттестацию, служебную перепроверку будут ставиться отделения банков, банковские структуры, банковские служащие, которые могут быть причастны к данным действиям. Вы уточните, как давно лично посещали отделение какого-либо банка? Я являюсь клиентом Сбербанка и лично посещал отделение Сбербанка. Я даже не могу сказать, что это было весной. То есть это было, скорее всего, очень давно. Да, да, это было весной, это мне понадобились там, как они называются-то, в общем, я брал чеки, распечатку чеков из автоматического банкомата. Вот. А лично обращался к сотрудникам банка, это я тоже весной. Вот. Это было связано с продажей валюты. Вот. Понял вас. Понял. Хорошо. Конфликтных ситуаций с сотрудниками Сбербанка не возникали? Нет. За период обслуживания нареканий на сотрудников Сбербанка не имеется? От нареканий от сотрудников банка ко мне? Ну, от вашего имени, возможно, где-то что-то не понравилось. Какие-то нарекания, возражения, возражения. Нет, нет. У нас тут главный офис Сбербанка в моем городе, Апатиты, и ничего. То есть, совсем ничего. Всегда очень... Это в Мурманской области Апатиты, правильно? Да. Это единственное было с таким названием в стране. Да, да. Я просто вижу, что у меня вот адрес имеется, имеется, чтобы в Мурманской области, Апатиты. Да. Так. А уточните, на сегодняшний день, помимо Сбербанка, какие-либо еще банки могут иметь доступ к вашим документам, к вашим персональным данным? Нет. Понял вас. Хорошо. А в структуре Сбербанка вы услышиваетесь вообще? Как давно? Вы услышаетесь с ними? Как давно, да. Приблизительно. Так, 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 так. Ну, это было с начала 2000-х годов. Или с конца 90-х? Больше 20-ти лет, я правильно понимаю? Хорошо. Так, за все время вот никаких конфликтов, никаких там недопониманий не было, правильно? Нет. У меня лично с ними нет. Я вас понял. Хорошо. В структуре Сбербанка на каких условиях обслуживаетесь? Каких сотрудников поставить на служебную переаттестацию, необходимо понимать? Ну, то есть обычный клиент, зарплатный, кредитозаемщик, пенсионный, там, вкладчик какой-то? Значит, кто я? Ну, я пенсионер, я вкладчик и простой клиент, в кассах там, и держатель кредитной карты. То есть у меня пенсионная карта нет, кредитная карта, банковский вклад. Нет, 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 стоп. Мне, как сотрудника МВД, свои вот продукты не разглашать. Мне это не нужно. Просто вот касательно того, что вкладчик, соответственно, клиент кредитозаемщик, получается. Пенсионный также. То есть все эти структуры, то есть все эти сотрудники, которые занимаются этими клиентами, соответственно, будут ставиться на служебную переаттестацию. Смотрите, по заявлению у меня указано о том, что материальный ущерб вам причинен не был, но были попытки, которые были нацелены на это. Соответственно, прописано, что была попытка хищения суммы свыше 100 тысяч рублей. Это могли быть как ваши личные деньги, так и кредитование от вашего имени могли попытаться оформить. Вы уточните, на сегодняшний день с каких-либо счетов, вкладов, сберегательных книг такую сумму могли попытаться похитить у вас? Или мошенники попытались кредитование оформить? То есть, скорее всего, наличные деньги были нацелены, я понял. Здесь как? Здесь они могли на наличные деньги, но судя по тому звонку, который я получил, скорее всего, это была попытка по средствам кредитования. Так, а этот звонок вы получали с официального номера, не помните? Вот не помню, не помню, я не обратил внимания. Потому что он был, когда я спал, по-моему, вот, или чувствовал себя не очень хорошо, поэтому я на это внимания не обратил. Просто обратил внимание на свою вот эту вот систему Сбербанк Онлайн. Я вас понял, хорошо, смотрите. А я так понимаю, личные деньги в таком размере на сегодняшний день могли находиться на каких-либо счетах, вкладах, могли именно их попытаться похитить. Правильно? Ну, теоретически, да. Теоретически, да, я понял. Смотрите, в дальнейшем я материалы дела буду передавать на вышестоящие органы власти, будет следователь, который будет заниматься этим делом, когда оно будет возбуждено. Также в данной ситуации Центральный банк обязуется заниматься этим, как вышестоящий регулирующий орган, проводить внутрибанковское расследование. И обязуется, обязан вам выделить специалиста, который будет нести материальный документ на ответственность за кредит. А на специалист также обязан вам предоставить ресурсы для решения данной проблемы, а также более детально со стороны банковского сотрудника проинформировать, откуда, кем, при каких обстоятельствах были данные попытки хищения денег, соответственно. Поэтому сейчас вы возьмете также листок и ручку, запишите мои данные, чтобы у вас было понимание, кто производил заследственный опрос. Имеется такая возможность? Да, имеется. Хорошо. Готовы записывать? Да. Записывайте тогда. Капитан. Мальцев Алексей Викторович. Мальцев. Мальцев. А, Мальцев. Так точно. Алексей Викторович. Мальцев Алексей Викторович. Так, старший дознаватель. Викторович. Викторович. И старший дознаватель, да? Так точно, старший дознаватель. Это моя должность, которую я занимаю. Так, и запишите, соответственно, структуру, с которой я с вами связываюсь. Это ГУЭП и ПК. Это главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции. ГУЭП и ПК. Значит, ГУЭП и ПК. И ПК. Прохор Кирилл в конце. ПК. И ПК. ПК, да. Противодействие коррупции. Так точно. Соответственно, в данный момент я по прямому каналу связи подаю запрос на департамент безопасности Центрального банка. Оттуда, как я и сказал, будет выделен специалист, который будет с вами заниматься решением данной проблемы. Чтобы у вас более не происходило хищения денег и тому подобное. С вашей стороны, соответственно, ваша задача соблюдать инструкции, которые вам будут предоставлены, а также соблюдать полную политику неразглашения, то есть статью 310 Уголовного кодекса. Это было понятно? А что туда входит? То есть, никому не говорить о том, что был этот звонок. Смотрите, в данный момент вы просто не разглашаете никому информацию, ту, которую вам предоставлялась. Ни от сотрудников МВД, ни в дальнейшем от сотрудников банка информация, которая вам предоставлялась, никому не разглашается. Согласно законодательству, согласно статье 310 Уголовного кодекса о неразглашении последственной тянутой. Соответственно, поэтому сейчас вы остаетесь на линии, ожидаете соединения с Центральным банком, связь не прерываете, трубку не кладите. И, соответственно, желаю вам успеха в решении проблемы. Со своей стороны благодарю за сотрудничество с последствием. Всего доброго, связь не прерывайте. Хорошо, я вас понял, спасибо. 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 Алексей. Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Новикова, Светлана Владимировна. Я являюсь специалистом Центрального банка Российской Федерации. Связались с вами по обратному запросу от правоохранительных органов. Так как ранее подавали заявление о компрометации персональных данных клиентов, ваши данные также попали в список с компрометированием. Также по вашему счету было предоставление денежных средств в размере 100 тысяч рублей. Алексей Сергеевич, уточните, информация, которая вам была предоставлена сотрудниками правоохранительных органов, вам была понятна? Возможно, у вас возникают дополнительные вопросы? Была понятна. Была понятна. Хорошо. В таком случае сейчас я вам более подробно объясню со стороны банка, в чем заключаются проблемы, почему мы с вами связались. Так как я вам говорила ранее, да, были скомпрометированы ваши персональные данные, а также была зафиксирована попытка перейти денежных средств в вашего основного счета. Уточните, вас ранее сотрудники банка информировали о том, что такое ваш основной счет? Нет. Нет. Я вас поняла. В таком случае сейчас я вам более подробно объясню, что такое ваш основной счет, чтобы у вас было полное понимание ситуации, с которой вы столкнулись. Но прежде обязана вас уведомить, что ведется запись нашего разговора. И в силу вступает статья 183 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая гласит о неразглашении банковской, налоговой и коммерческой тайны перед этим лицам. То есть ваши друзья, знакомые, родственники и коллеги по работе для банка являются третьими лицами, которые не допускаются к данной информации на время решения вашей проблемы. Так как за нарушение данной статьи грозит административная и даже уголовная ответственность. Алексей Сергеевич, уточните, рядом с вами сейчас находятся третьи лица? Нет. Добрый день. Нет. Нет. Не находится. Я верно вас услышала? Да. Хорошо. Также уточните, вы сейчас находитесь дома, либо же на рабочем месте? Дома. Дома. Хорошо, я вас поняла. Алексей Сергеевич, по-какому, у вас новый счет. Основной счет это внутрибанковский счет, который закреплялся Центральным банком Российской Федерации по вашим паспортным данным. Когда вы впервые становились клиентом банка на территории страны. После чего все коммерческие банки за данным счетом закрепляют все ваши финансовые чести. Такие дебетовые карты, кредитные карты, счета, вклады, бонусные накопления, сберегательные книги, если таковы имеются. То есть, простыми словами, основной счет это общая сумма всех ваших денежных средств во всех банках на территории страны. Данный счет был создан не для вашего личного пользования, а для внутрибанковских операций. И доступ к данному счету имеют исключительно сотрудники банка. Это операционисты отделений и их руководство и сотрудники контактного центра. Которые на сегодняшний день в данных мошеннических действиях подозреваются. Так как это первые лица, которые имели полный доступ к вашим персональным данным. И имели доступ к вашему основному счету. То есть, и могут выполнять данные действия. Алексей Сергеевич, уточните, вам было понятно, что такое ваш основной счет? Да, это счет, который связан непосредственно к моему фамилию, имя, отчество, даты рождения и все. И не связан, не является моим сборождательным, кредитным или каким-либо другим счетом. И используется для внутрибанковских операций. Да, верно. Верно. Смотрите, как решить данную проблему. Чтобы в дальнейшем никаких списаний не происходило. Незаконно оформленных кредитований по вашим паспортным данным. Вам необходимо будет заменить ваш основной счет. Заменой основного счета вы будете заниматься самостоятельно. Под руководством ведущего специалиста, на которого я вас в дальнейшем переведу. То есть вам будет предоставлена инструкция, как безопасно и правильно заменить ваш основной счет. Алексей Сергеевич, уточните, данная информация вам была понятной? Не совсем. Почему этим должен заниматься именно я, если это внутрибанковский счет? И по идее этим должны заниматься сами сотрудники. И если я не имею к нему доступа, то как я могу его заменить? Смотрите, я вам сейчас объясню. Да, так как я вам говорила, что данный счет закреплялся по вашим паспортным данным. Да, то есть заменить его можете только вы. То есть вам сотрудниками банка будут предоставлены инструкции, как это сделать правильно и безопасно. Без вас заменить основной счет никто не может. Согласно статье 854 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая гласит о том, что один банковский сотрудник никаких финансовых действий без участия и согласия клиента не имеет права выполнять. И так как счет по вашим паспортным данным был закреплен, то заменить его только вы можете. Понимаете? Я ответила на ваши вопросы? Да. Хорошо. Возможно, на данном этапе у вас возникают какие-то вопросы дополнительные. Что-то, возможно, вам было непонятно. Если возникают вопросы, попрошу задавать, чтобы никаких пониманий у нас с вами не возникало. То есть это мне нужно будет идти в центральное отделение Сбербанка и решать вопрос непосредственно вместе с ними в отделении. Смотрите, Алексей Сергеевич, самостоятельно обращаться вам никуда не нужно. Да. Центральный банк, во-первых, напрямую с физлицами не работает. Поэтому с вами связались правоохранительные органы. Да. И подали запрос нам уже на центральный банк. Да. То есть потому что центральный банк напрямую с физлицами не работает. Самостоятельно к нам в главное управление вы прийти также не сможете, потому что мы не работаем напрямую с физлицами. А в телефонном режиме будет предоставлена ведущим специалистам инструкция, как вам правильно безопасно и правильно заменить ваш основной счет. Я вам ответила на ваш вопрос, Алексей Сергеевич? Ну, да, в принципе, да. Да. То есть я должен ждать инструкции. Да, сейчас мы с вами закончим наш разговор, да, и я вас вижу с вашим ведущим специалистом, который вам предоставит эти инструкции. Ваша задача – это оставаться на линии, да, и в дальнейшем выполнять все инструкции, которые вам будут предоставлены ведущим специалистом. Понятно. И правильно и безопасно заменить ваш основной счет. Хорошо, если вам все понятно, я вас поняла. Алексей Сергеевич, также уточните, вы ранее в структуре банка с мошенническими институтами сталкивались? Нет. Нет. Хорошо, я вас поняла. Также уточните, как давно вы самостоятельно обращались в отделение банка? Весной. Весной. Хорошо. Уточните, с какой целью вы обращались в отделение банка? Продажа валюты. Что, простите? Продажа наличных денежных средств в иностранной валюте. То есть вы контактировали с целью кассирования, верно я вас понимаю? Ну, да. Да. Хорошо. Указываю данную информацию. Также, Алексей Сергеевич, уточните, никаких конфликтных ситуаций у вас с сотрудниками банка не возникало? Нет, никогда. Нет. Я вас поняла. Возможно, с вашими паспортом отходили сотрудники банка. Ничего такого не замечали подозрительного? Я не могу сказать, потому что это было давно, но по-моему, по-моему, нет. Не отходили. То есть все было хорошо, верно? Ну да, если и был, если и был один эпизод, когда сотрудник банка отходил, то я даже не помню, моим паспортом или без него. То есть вы не видели, да, с какими документами он отходил? Я просто это не запомнил. Поэтому я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Да, все. Я вас поняла, Алексей Сергеевич. Уточните, адрес отделения банка, который вы последний раз посещали, вы помните? Да, это... Ну, то есть я помню, где он находится, я просто сейчас его на вскидку назвать не смогу, его адрес. Это просто надо залезать в интернет и... Давайте вы... Что? Вот примерно, возможно, там примерный адрес, возможно, это торговый центр был рядом. Вот ориентировочно. Давайте вы мне скажите, а я... Это было центральное отделение Сбербанка по городу Апатиты Мурманской области. Центральное отделение Мурманской области, верно? Города Апатиты. Апатиты, да. Хорошо, сейчас я посмотрю, попрошу вас ожидать на линии, пока я посмотрю адрес отделения, хорошо? Хорошо. Хорошо. Хотя я могу сказать его прямо сейчас. Простите. Адрес отделения это Ферсмана, 32А, город Апатиты. Город Апатиты. Да, улица Ферсмана, 32А. Здесь какая, еще раз повторить? Ферсмана. Улица Академика Ферсмана. Улица Академика Ферсмана. Ферсман, да. Ферсмана, 32А. Ферсмана? Да, да, да. 32А? Да. Да. Я вас поняла. Сейчас смотрю. Да, есть такое отделение. Я вас показываю данную информацию. Данное отделение будет в первую очередь поставлено на внутребанковскую перепроверку. Да. Данное отделение будет в первую очередь поставленную информацию. Да. Продолжение следует... По основному счету, сейчас в системе банка вы не отображаетесь как клиент. Система безопасности автоматически скрыла вас как клиента. Это было сделано для вашей финансовой безопасности. Чтобы мошенники повторно не могли компрометировать ваши персональные данные и получить повторный доступ к вашему основному счету. Это было сделано для вашей безопасности. Сейчас нам с вами необходимо провести анализ вашего основного счета и заполнить заявку на финансовый отдел. Сейчас я вам объясню, что необходимо заполнить в данной заявке и для чего это необходимо. Я вас попрошу внимательно меня послушать. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы меня останавливаете и задаете свои вопросы. Хорошо, Алексей Сергеевич? Ну, хорошо. Смотрите, у меня указано, что на сегодняшний день вы являетесь клиентом из Сбербанка, верно? Да. Хорошо. Смотрите, в данной заявке на финансовый отдел нам сейчас с вами необходимо, с ваших слов в зависимости разговора, так как вы скрыты как клиент, необходимо указать последние ваши действия по вашим финансовым ячейкам. Это необходимо для того, чтобы мы могли понимать, какие действия вы производили самостоятельно и с какого момента уже начали действовать мошенники от вашего имени. Алексей Сергеевич, эта информация вам была понятна? Не совсем. Смотрите, система безопасности вас скрыла как клиента. То есть сейчас информация о вас не отображается ни одному сотруднику банка и мне в том числе. Да, то есть вся ваша информация была изъята из общебанковского доступа. И так как все действия происходят от вашего имени, потому что мошенники действуют от вашего имени, да, необходимо указать ваши последние действия, которые вы производили самостоятельно, для того, чтобы разграничить, какие действия были выполнены вами и с какого момента уже мошенники начали действовать от вашего имени. Это вам было понятно? Ну, да, да, но... От меня что-то требуется. Что, простите? Что от меня требуется? Указать свои последние действия, которые вы выполняли самостоятельно по вашим финансовым ячейкам. Также в данной заявке, Алексей Сергеевич, необходимо указать с ваших слов под запись разговора ваши приблизительные остаточные балансы. Это необходимо для того, что в случае списания, да, банк обязан будет вам вернуть все ваши денежные средства в 100% объеме, так как самостоятельно вы никаких действий не производили, подтверждением этого будет запись данного разговора, да, и в случае, если у вас похитят ваши денежные средства, банк обязан будет вам их вернуть. Но так как в системе банка вы сейчас не отображаетесь как клиент, да, никакой информации у вас мы не видим, с ваших слов, так как вы первое лицо, которое должно быть заинтересовано в сохранности денежных средств, необходимо указать приблизительные остаточные балансы, чтобы понимать, какую сумму вам необходимо будет вернуть. Вдруг, если пишут. Алексей Сергеевич, данная информация вам была понятна, для чего мы это делаем? Да. Хорошо. Вопросы возникают сейчас, на данном этапе? Ну, пока вопросов нет. Нету. Хорошо. В таком случае я вам предлагаю приступить к заполнению данной заявки, да, на финансовый отдел. Также, Алексей Сергеевич, уточните, в онлайн-кабинет Сбербанка в вашем пользовании на сегодняшний день имеется личный кабинет? Да. Хорошо. Также уточните, вход вы выполняете с мобильного устройства или же с персонального компьютера? С персонального компьютера. Компьютера. Хорошо, я вас услышала. Смотрите, Алексей Сергеевич, на данный момент самостоятельно авторизироваться в приложении вам не советуется, потому что самостоятельной авторизацией вы даете повторный доступ мошенникам к вашим персональным данным. Да, то есть на данный момент попрошу вас задержаться у данных действий, чтобы вы не наводили себя. Хорошо. В случае, если вам необходимо будет выполнить вход в ваш личный кабинет, да, то уже под руководством и под контролем ведущего специалиста, на которого я вас переведу. То есть сейчас вы самостоятельно вход не выполняете. Алексей Сергеевич, данная информация вам была понятна? Ну, да. Единственное, то, что вот он у меня сейчас открыт. Прямо. Я вас поняла. А вы можете сейчас его закрыть, вот выйти полностью из приложения? Ну, да, нажав на одну кнопку в браузере. Да, я вас поняла. Я вас прошу сейчас закрыть приложение, да, браузер закрыть, чтобы, не дай бог, не дали повторный доступ мошенникам к вашим основному счету, повторный, и к вашим данным. Как закроете приложение, пожалуйста, меня проинформируйте. Ну, пожалуйста, приложение закрыто. Закрыли приложение, верно? Да. Хорошо, я вас услышала. Алексей Сергеевич, в таком случае давайте приступать к заполнению заявки на финансовый отдел. Алексей Сергеевич, уточните свои последние действия по вашей дебетовой эксплуатации за последние 24 часа, которые вы выполняли самостоятельно. За последние 24 часа по дебетовой карте? Да, дебетовая карта в вашем пользовании имеется на сегодняшний день? Да. Так же уточните, какой платеж на систему ваша дебетовая карта? Это карта МИР, ВИР, да? МИР. МИР. Хорошо, указала данную информацию. И последние действия какие вы производили самостоятельно по вашей дебетовой карте? Последние самостоятельные действия я перевел в 10 тысяч рублей. Это был перевод, верно я вас услышала? Да, между своими счетами и картами. Да. Был перевод, хорошо. Я вас услышала, указала данную информацию. Также, Алексей Сергеевич, уточните, приблизительный остаточный баланс по вашей дебетовой карте, который вы фиксировали после ваших последних действий? Ноль. Сумму вы мне не называете? Ноль рублей. Хорошо, указала данную информацию. Также, Алексей Сергеевич, уточните, кредитная карта в структуре Сбербанка в вашем пользовании на сегодняшний день имеется? Имеется. Хорошо, также уточните, последние действия по вашей свидетельственной карте в структуре Сбербанка за последние 24 часа? За последние 24 часа? Ну, это покупка в магните. То есть, это была оплата? Да, оплата. Оплата в магазине. Хорошо. Хорошо. Я вас услышала, также уточните, Алексей Сергеевич, с каким ремитом была выдана вам кредитная карта Сбербанка? 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. Хотя я не помню, я вот не помню, честно говоря, с каким, по-моему, то ли с 30, то ли 15. Я вот сейчас не могу сказать, уже давно очень это было. Я вас поняла. Потому что там кредитный лимит постоянно увеличивался в течение этих лет. Увеличивался? Да. Я вас поняла. Давайте я в заявке укажу, что лимит от 15 до 30, да, кредитный отдел, ой, специалист старший уже более подробно скорректирует данную информацию. Сейчас мы с вами укажем от 15 до 30. Это вот когда он именно выдавал. Вот, когда карты выдавал. Так, а сейчас вы не помните, с каким лимитом у вас кредитная карта? Вот именно сейчас. Сейчас у меня кредитный лимит 360. 360 тысяч рублей? Да. 360 тысяч рублей. Я вас поняла. Указала данную информацию. Хорошо. Также уточните, последнее действие была у вас оплата. Какой приближительный остаточный баланс вы фиксируете по вашей кредитной карте? Вот после ваших последних действий, после покупки, какой баланс вы фиксируете? Я не помню. Я вот что-то смотрел в это приложение. Это надо... Ну, там больше, чуть больше 30... Так. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Ну, в общем, это 369 тысяч рублей, по-моему, было. Около того. Вот около этой суммы. 369 тысяч рублей? Да. Около, в районе этой суммы. 369 тысяч рублей. Угу. Я вас поняла. Указываю данную информацию. Хорошо. Также, Алексей Сергеевич, уточните. Складчиком в структуре Сбербанка на сегодняшний день вы являетесь? Да. Да. Хорошо. За последний месяц самостоятельно какие действия вы производили по вашему вкладу? За последний месяц самостоятельно я не производил по своему вкладу никаких действий. За последний месяц. Что, простите? Никаких действий не производил. Никаких действий за последний месяц не производили? Да, он автоматически продлился, Сбербанк мне процент по вкладу порезал, и все. А сам я к нему не прикатался. Я вас сняла. Алексей Сергеевич, также уточните приблизительный остаточный баланс, какой вы фиксируете по вашему вкладу. А я не помню, там было что-то около... Я вот не помню, там сейчас надо вспомнить, по-моему, шестьсот восемьдесят девять тысяч. Сколько, простите, не расслышала? Шестьсот восемьдесят девять тысяч, кажется. Шестьсот восемьдесят девять тысяч. Верно я услышала вас? Да. Шестьсот восемьдесят девять тысяч рублей, указала данная информация. Также, Алексей Сергеевич, уточните, дополнительные счета в структуре Сбербанка вы открывали? Дополнительные счета? Да? Но у меня есть сберегательная... Да, сберегательная. Книжка. Сберегательная книжка. Сберегательная книга. Я вас поняла. Хорошо. За последний месяц самостоятельное действие по вашей сберегательной книге какие вы производили? Никаких. Никаких. Я вас поняла. Там как было десять рублей, так и есть. Остаточный баланс. Десять рублей вы указали, да? Да. Я правильно услышала? Десять рублей. Десять рублей, не десять тысяч. Да, именно десять рублей. Десять рублей? Да. Я вас услышала. То есть, счета накопительные, да, валютные вы не открывали в структуре Сбербанка, верно я вас поняла? Да, 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 именно так. Хорошо, я вас поняла. Алексей Сергеевич, уточните, это все банковские продукты в структуре Сбербанка на сегодняшний день в вашем пользовании? Да. Да. Хорошо. Хорошо. Также Алексей Сергеевич обязан вас по записи разговора проинформировать, да, что банк вернет вам только те суммы, которые вы указали в данной заявке. Да, давайте сейчас мы с вами подведем итог, верно ли мы указали информацию в данной заявке. Алексей Сергеевич, в вашем пользовании на сегодняшний день имеется дебетовая карта МИР с остаточным балансом 0 рублей, кредитная карта с лимитом 360 тысяч рублей и также с остаточным балансом вы указали 369 тысяч рублей. Я так понимаю, 360 тысяч рублей это полный кредитный лимит, да, у вас? Да. По кредитной карте. Да, 360 тысяч рублей. И из того моих денег там 9 тысяч сейчас. Около того. То есть у вас полный кредитный лимит и плюс еще 9 тысяч это ваше личное денежное средство? Хорошо. Указываю данную информацию. Хорошо, указала данную информацию. Также, Алексей Сергеевич, в вашем пользовании в структуре Сбербанка имеется вклад с остаточным балансом 689 тысяч рублей. Верно указали информацию? Да. Хорошо. Также в вашем пользовании имеется сберегательная книга с остаточным балансом 10 рублей. Верно указали информацию? Да. Хорошо. В таком случае, Алексей Сергеевич, так как у... Уточните, ко мне. У вас вопросы дополнительные остались? Нет. Нет. Хорошо. В таком случае я подаю заявку на финансовый отдел для того, чтобы вам выделили вашего ведущего специалиста. Я вас попрошу линию связи не прерывать, да, оставаться на линии в течение минуты-двух. Вам подключится ваш ведущий специалист. Ожидайте на линии. Алексей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Департамент безопасности Центрального банка России. Меня зовут Зуева Елена Владимировна, старший специалист. Очень приятно. Угу. Мне тоже. Сказалось с вами по обратному запросу от младшего сотрудника Департамента безопасности. У меня сейчас указана информация о том, что вы столкнулись с фактом мошеннических действий. Также было приостановлено несколько попыток перевода с вашего основного счета, сегодняшним днем, который вы также не подтвердили. По данному поводу, я так понимаю, с вами уже и правоохранительные органы связывались, да, по поводу заявления, и также сотрудник Департамента безопасности, верно? Да. Хорошо. Алексей Сергеевич, с их слов вся информация вам была понятна, или, может быть, у вас есть какие-то вопросы сразу ко мне? Ну, у меня единственный вопрос, откуда я могу знать, что вы... Собственно, это вы, а может быть, вы и есть самые настоящие мошенники? Мошенники? Да нет, Алексей Сергеевич, мы не мошенники. Правомерность моих действий сотрудника предыдущего Департамента безопасности вам уже подтвердили сотрудники правоохранительных органов, которые с вами изначально связывались. Они будут с вами и дальнейшем связываться. Этот вопрос вы также можете задать. Также от Департамента безопасности вам будут предоставлены документы в электронном виде, да, что является подтверждением. Помимо чего, никто не запрашивал вашей конфиденциальной информации, как это обычно делают мошенники. Я вот на это внимание обратил. Я обратил на это внимание. Да, конечно. То есть, смотрите, ну, мошенники, если звонят, не запрашивают какие-то данные. Они же для этого выполняют звонки, чтобы скомпрометировать человека, чтобы запросить у него там номер карты, там номер счета, паспорт или что-то такое. В данной ситуации, да, вас этого никто не запрашивал и запрашивать не будет для замены счета. Эта информация также ни в коем случае не подпишется, не переживается. Понятно. Хорошо, Алексей Сергеевич, да, прежде чем мы с вами продолжим разговор, я хотела бы напомнить о его записи, да, о том, что частично наш с вами разговор могут прослушивать сотрудники правоохранительных органов, о 183-й статье о политике конфиденциальности вам говорил предыдущий сотрудник? Да. Говорили. Хорошо. То есть, напомню, что это статья о неразглашении банковской, коммерческой и налоговой тайны, то есть, да, соответственно, информацию, которую вы уже услышали, услышите от меня, вы никому не передаете. То есть, там, родственники, знакомые, коллеги по работе, друзья, и далее не должны с ней контактировать. Вы сейчас, точите, находитесь один, или наш с вами разговор может кто-то прослушивать? Нет. Находитесь один, правильно я понимаю? Да. Хорошо. Находитесь дома, правильно? Да. Хорошо. В ближайшее время кто-то может прослушивать наш с вами разговор? Нет. Так, все, я вас услышала. Хорошо. Пока я закамливаюсь той информацией, которую мне уже предоставили, уточните, пожалуйста, как вам, как вы понимаете проблему, с которой вы столкнулись, и какую информацию вам уже предоставили, да, вот сотрудники департамента и правоохранители. Как вы понимаете проблему? Я понимаю проблему, что мне нужно будет идти в центральное отделение Сбербанка. Вот так. Ну, а проблема в чем? Это же не есть проблемой. Что кто-то пытался похитить мои деньги. Моего внутрибанковского счета. Правильно. хотя в системе Сбербанк онлайн никаких попыток зафиксировано не было. Однако мне некоторое время, некоторое время назад, чуть больше месяца, поступил странный звонок по поводу кредита на моё имя. Я сказал, что я никаких кредитных продуктов не заказывал и на этом весь разговор закончился. Это около месяца назад вам такой звонок поступал? Больше месяца назад. так, секунду, я укажу информацию. Так, я вас услышала. Хорошо, спасибо за информацию. Что еще? Ну, смотрите, в принципе, информацию вы понимаете верно. Ну, давайте с твоей стороны, как ваш ведущий специалист, простыми словами, вам еще раз эту информацию предоставлю. Смотрите, единственное, что вы не совсем правильно поняли, это то, что у вас всего, он происходит для Пастербанка, он у вас происходит по вашему основному счету. Поэтому в личном кабинете никакие оповещения вам не поступят. Что такое ваш основной счет? Вам предоставляли информацию? Да, да. Как вы поняли, что это за счет у вас? Это счет, который прикреплен непосредственно к моему имени и фамилии и фамилии и к моему паспорту. И я этим счетом не управляю, этот счет предусмотрен только через операции внутри панков. То есть как персональный идентификационный номер очередной, которых у меня очень-очень-очень уже много. Вот. Я этим счетом не управляю, но почему-то я должен его лично как-то сам себе заменить. Чтобы защитить его от действий мошенников. Потому что мои паспортные данные куда-то утекли. Вот. Так. 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 Ну, давайте я вам, наверное, объясню. Вы не совсем правильно поняли информацию, которую вам предоставили. Смотрите, у вас сейчас действительно списывают денежные средства по вашему основному внутрибанковскому счету. Счет этот действительно вы самостоятельно не открывали, допустим, как в классике. Он закреплялся автоматически за вашими паспортными данными Центральным банком России, когда вы впервые становились клиентом банка на территории вообще российской сети. Такой счет есть не только у вас, он есть у каждого человека, который пользуется банками. Почему этот счет самостоятельно не можно заменить? Потому что это ваш счет, он открыт под ваши паспортные данные. То есть это все равно, что заменить карту. За вас же вашу карту никто не может ни технически, ни физически заменить. Нужно вам зайти и ее поменять. Правильно? Угу. Да. Вот так же примере и с этим счетом. Что еще? Также, смотрите, есть такая статья, которой мы руководствуемся, 854-я. Это только гражданский кодекс, не уголовный. Статья эта гласит о том, что банк самостоятельно не может принимать каких-либо финансовых решений и выполнять какие-то финансовые операции без ведома клиента. То есть попросту тогда бы не было разницы в звонке от действиях мошенников, как они счета на счет переводят, и в наших, если бы мы могли без вас что-то там в банке переактивировать или выполнять. Вы согласны? Понятно. Согласна. Хорошо. Что еще? Насчет мошенников. Абсолютно правильно. Вы так же понимаете. Причастны к этим действиям работники банка напрямую. Это работники, скорее всего, Сбербанка, так как вы вот сейчас только там обслуживаетесь. Там вы напрямую предоставляли свои паспортные данные. У меня сейчас указывает информация, что вы обслуживаетесь обычно в отделении на улице Ферсмана, 32, верно? Да. Хорошо. Скажите, а вы лично ничего не замечали подозрительного или странного от сотрудников данного банка? Нет. Не замечали такого ничего. Я вас услышала. Хорошо. Так, что еще хотела уточнить? А, насчет решения проблем. Ну, в чем вообще проблема заключается? Вы понимаете? Нет. Не понимаете. Тогда объясню. Смотрите, у вас сейчас проблема даже не столь в том, что, ну, деньги списывают, а в том, что ваши данные также скомпрометированы. Основной счет взломан. То есть у решения сейчас есть доступ к вашим счетам, что дает им возможность повторно выполнять списание. Но также у них есть доступ к вашим персональным данным и также паспортам. Это, во-первых, дает им возможность выполнять операции от вашего имени. Во-вторых, даже оформлять какие-то кредитные заявки от вашего имени. Также. Вот чтобы этого с вами не случилось, вам необходимо будет заменить основной счет. Сразу вам объясню, что менять своего, да, как мы уже обговорили, это будете самостоятельно, но по тем инструкциям, которые предоставлю вам я. В свою очередь, я вам объясню, что эти инструкции я составляю самостоятельно. Инструкции мне предоставляет формирует финансовое дело Центрального банка. В ближайшее время я получу в полном объеме инструкции и вам предоставлю информацию о том, как мы с вами будем действовать. Сейчас я хотела бы понимать, все ли вам действительно понятно из вот этой информации, потому что, ну, я понимаю, что много информации, достаточно вам было предоставлено и информация для вас новая. Поэтому, если что-то непонятно, я готова услышать ваши вопросы и на них ответить. То есть, я должен ждать инструкций? Да. Как только я их получу в полном объеме, я вам сразу же запишу, как мы с вами будем действовать. А в каком виде будут предоставлены эти инструкции? Вот что важно. Эээ, ну, вот в таком виде, в телефонном режиме. Хм, этот способ мне не нравится. Почему? Ну, потому что можно что-то перепутать, можно что-то забыть. Ну, так, Алексей Сергеевич, смотрите, я же не просто так ваш ведущий специалист. Вы, кстати, запишите Майданы сейчас. Есть у вас под рукой листочек, ручка, чтобы вы... Нет, я записываю все это в блокнот. А, блокнот. А вы уже записали Майданы или нужно продиктовать еще раз? Да, надо продиктовать. Давайте, запишите, пожалуйста, зовут меня Зуева. Зе, Зуева. Зуева. Елена. Клера? Елена. Елена. А. Елена? Елена? Лена. 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 Владимировна. Да, Елена. Ну, полная Елена, прощенная Лена. На. Значит, по... Да, Алексей Сергеевич, это Зуева. Елена, Центральный банк. Произошел обрыв по линии, потому что наш с вами разговор достиг часа. Меня как слышно сейчас? Все в порядке со связью? Да. Все, хорошо. Так, смотрите, еще раз. Зуева, первая буква З, У, Е, В, А, Зуева. Елена, Елена Владимировна. Закисали это? Да. Хорошо, должность моя старший специалист. Старший специалист. Старший специалист. Да, да, старший специалист департамента безопасности. Стармента безопасности. безопасности. Вы в компьютер пишете или куда вы пишете? В компьютер. А, департамент безопасности Центрального Банка России. Б, ЛФ. Записал. Абсолютно правильно. Записали, хорошо. Смотрите, на момент решения данного вопроса ваш ведущий специалист, поэтому все инструкции поэтапно должна буду вам предоставить и ответить на все вопросы, которые у вас будут возникать. Да, действовать мы с вами будем поэтапно, как вы говорите, что, да, может что-то запутаться, там что-то забыть и точнить. Вы можете эти вопросы задать мне. Также я вам могу предоставить чуть позже одну связь. Вот линия, с которой я вам звоню сейчас, это линия защищенная. Она имеет только исходящий тип связи, то есть только я вам могу выполнить звонок, вы на этот номер, к сожалению, перезвонить не сможете. Я могу предоставить вам обратную связь в виде какого-то мессенджера, допустим, WhatsApp, Viber, Telegram, может быть, у вас что-то есть за данным номером телефона? У меня есть Telegram для этого номера телефона. Я вас услышала. Хорошо, то есть у вас только Telegram за данным номером? Да. А у вас имеется дополнительный номер телефона, я понимаю? Нет. Так, понятно, то есть телефон у вас всего один, вот этот, 5924, верно? Да. Так, поняла вас, Алексей Сергеевич, хорошо. Что еще? А, и вот, кстати, в электронном виде туда же мы вам будем предоставлять документацию, да, то есть она изначально предоставляется в электронном виде, после выполнения всех регламентных действий, по замене вашего основного счета, вам необходимо будет получить собственную документацию в печатном виде, об этом мы поговорим чуть позже. Пока что давайте сверим информацию, которую вы уже подоставили сотруднику, да, департамента безопасности, у меня указано, что это была Новикова Светлана Владимировна, верно? А, да, да, кажется она. Хорошо, давайте сверим, а могу утащить, вы установили телефон в режиме громкой связи, вы разговариваете? Да. А почему? Что, почему? А, потому что мне так удобно. Я вас поняла, просто так отдаленно вас слышно, вы могли бы выключить громкую связь? Я вот могу выключить громкую связь, но тогда мне придется держать телефон в руках все время. Ну, если вам так комфортно, если рядом с вами не находится 30 птиц, вы дома находитесь один, то есть этот разговор никто не прослушивает, правильно? Ну и еще дело в том, что вы очень тихо говорите, даже если я включу сейчас громкость микрофона на полную, я давно слышно вас очень плохо. Ну ладно, я вас поняла, Алексей Сергеевич, хорошо, давайте сверим информацию. Вы указали, что на данный момент на территории страны вы пользуетесь только Сбербанком, другими банками вы не пользуетесь, верно? Да. Хорошо, в структуре Сбербанка мобильным приложением вы пользуетесь. Могу уточнить, только с телефона проводите вход, либо же дополнительно имеется, допустим, на компьютере. Только с компьютера. Телефон у меня без интернета. А, поняла, а как вы заходите в Телеграм? Через компьютер. А, я поняла, то есть Телеграм у вас на компьютере установлен, не на телефоне? Да. Но он как, он дублиован на телефоне, потому что без телефона невозможно пользоваться Телеграмом на компьютере. Но, а в основном, в основном у меня телефон без интернета. Я вас поняла. Хорошо. Тогда указываю эту информацию. Так, вам говорили о том, что сейчас не рекомендуется проводить вход в мобильное приложение временно? Да. Правило это пока что сохраняем. В приложении не авторизируйтесь для того, чтобы, да, вот, не дать мошенникам дополнительный доступ к вашим данным. Смотрите, вы указали ранее в заявке, что у вас имеется одна карта МИР, одна карта кредитная, вы являетесь также вкладчиком, и у вас имеется сберегая книга. Это все ваши банковские продукты в структуре Сбербанка? Ну, да. То есть, пенсионная карта, кредитка, вклад банковский и сберегательная книжка. Больше у меня ничего нет. Хорошо. Поняла вас. Касательно вашей карты МИР, пенсионной, вы указали остаток на сегодняшний день ноль, правильно? Да. Хорошо. Также у вас имеется кредитная карта с лимитом 360 тысяч, также остаточный баланс на ней такой же, как и лимит, 360 тысяч, но плюс 9 тысяч рублей ваших личных у меня указан информация, общий баланс 369 тысяч по кредитной карте, правильно? Да. Поняла вас. Также у вас имеется вклад с актуальным балансом на сегодняшний день 689 тысяч. Это уточните, я так понимаю, сумма с процентной ставкой или это тело вклада? Тело вклада там было 660. То есть тело вклада 660, сейчас с учетом процентов 689, правильно? Да. Под какой процент открывали данный вклад? Под какой процент? Открывали что-то там около то ли 18, то ли 19 процентов. Я сейчас не помню. Поняла вас. Хорошо. Также в Сбербанке у вас имеется сберегательная книга с остаточным балансом 10 рублей. Да. Это вся банковская продукция, которая у вас имеется в банках на сегодняшний день? Ну, да. Все, хорошо. Тогда я сейчас буду направлять отчетность на финансовый отдел, уточнять инструкции по замене вашего основного счета. Может быть, у вас есть какие-то вопросы, пока мы ожидаем от них ответа? Ну, какие вопросы, пока я не получу никакие инструкции, я, в принципе, не понимаю, чего мне надо делать. Поэтому никаких вопросов у меня нет. У меня только вопрос, почему я не могу пользоваться Сбербанком онлайн. Потому что, смотрите, вы когда авторизируете стоятельно в приложении, сейчас же данные ваши скрыты от всех сотрудников всех банковских учреждений в целях безопасности. И когда вы самостоятельно авторизируетесь с приложением, мошенникам это открывает доступ к вашим данным. И они могут их повторно скомпромиссировать. Поэтому в цели безопасности не рекомендуется проводить хорс. Не то, чтобы я вам запрещаю, но желательно этого делать, чтобы вы себя просто повторно не скомпромиссировали. Понимаете? Понятно. Понятно. Хорошо. Так, что еще? Смотрите, с вами ближайшее время, там, ближайшие 5-7 минут, должны будут связаться повторно сотрудники правоохранительных органов. То есть, если я правильно понимаю, да, со своей стороны, то впервые с вами связывался как бы дознаватель, да, который просто вот данные собирается, или вот что-то в этом роде. Сейчас же с вами будет связываться уже человек, который будет заниматься расследованием, возбуждением, там, уголовного дела и так далее. То есть, он вам более подробно со своей стороны тоже предоставит информацию. звонок вам должен будет поступать по второй линии. У вас телефон звонки по второй линии поддерживает, скажите, Алексей Сергеевич. А я не знаю. Ну вот смотрите, мы с вами, когда разговариваем, вам кто-то может звонить еще? У вас, ну, такой должен быть сигнал, как гудки такие, и вы видите еще второй звонок есть у вас на телефоне. Ну, по-моему, да. По-моему, Ну, обращайте, ну, обращайте внимание на вторую линию, да, если будете слышать такие сигналы, да, вот как гудки, и будете видеть второй звонок, предварительно скажите об этом мне, что мне там поступает звонок, нам с вами нужно будет верить номер, который вам звонит, чтобы я убедилась, что это правоохранительные органы вам звонят, они мошенники, да, чтобы попытаться, ну, снова вас скомпрометировать или какие-то данные запросить, и тогда только будете переключаться, чтобы это было безопасно, хорошо? Хорошо. Хорошо, спасибо. Знаете, Алексей Сергеевич, предварительно от финансового отдела мне поступил отчет, что все действия, наверное, мы будем с вами переносить на завтра, вот, по информации от финансового отдела буду сейчас еще уточнять, то есть сегодня мы уже, наверное, замену счета выполнять не будем, будем выполнять ее завтрашний у днем. У вас на завтра какие планы? как мыться, идти в поликлинику. А на какое время вам в поликлинику? Вот сейчас мне звонит телефон плюс 8 815 24 54 076. А скажите еще раз последние 4 цифры? 40 76 Отвечайте на звонок, это правоохранительный орган. Алло. Алексей Сергеевич, добрый день. Здравствуйте. Вас беспокоит управление Федеральной службы России по Мурманской области. Зовут меня Остров Андрей Викторович, очень приятно. Алексей Сергеевич, имеете представление, почему вас ведомство ФСБ беспокоит? Да, это по банковскому вопрос. А будьте добры, сейчас поясните, что за вопрос, какую вам информацию предоставили уже в установленном порядке? Значит, что мои паспортные данные и индивидуальный бешбанковский счет скомпрометированы, и мои деньги в банковских счетах могут похитить мошенники. Какие именно мошенники? Вам пояснили, кто подозревается в содеянном? Нет, не пояснили. Единственное, что предполагают, что мои личные данные могли утечь через сотрудников Сбербанка. Смотрите, но это не предположение, Алексей Сергеевич. Это четкое понимание того, что сотрудники банка абсолютно полностью дискредитируют сейчас всю банковскую систему на территории нашей с вами России. Понимаете? Понимаю. Понимаете. Так вот, исходя из ситуации, нам передали материалы дела, это статья 159, часть 3, УК РФ, мошенничество должностным лицом. На сейчас имеются основания подозревать, повторюсь еще раз, сотрудников отделений банка, операционисты, кассиры, их руководство, а также служба безопасности банка, в котором вы являетесь клиентом. По моей информации, это Сбербанк, соответственно, без службы безопасности списание, которое производилось внутрибанковской операцией, ну, собственно, не могло бы быть подтверждено. Поэтому, что такое внутрибанковская операция, я думаю, вы понимаете, да? Ну, это, которое производится непосредственно между банками, вот, или в структуре самого банка, без задействия клиента. Давайте я вам поясню чуть более углубленно, да? Есть такое понимание, как внутрибанковские операции. Данные операции выполняются как с поручением клиента, так и без его ведома. Ну, я думаю, вы согласитесь, что в данный момент банковские сотрудники имеют доступ ко всем текущим данным, в том числе ваши, мои, соседи, пароли, кодовые слова любого клиента. Им ничего не стоит попытаться похитить деньги, исходя из ситуации, которая у нас сейчас в стране, они, в принципе, этим и занимаются. Поэтому вам должны были предоставить независимое лицо от отделений банка для решения данной проблемы. У меня указано о том, что с вами связывалось от Центрального банка Зуева Елена Владимировна, правильно ли? Вот. Данная сотрудница прошла непосредственно переаттестацию на полиграфе, да, 10.04.2022 года. Ну, что такое полиграф, я думаю, вы понимаете? Да. Понимаете? То есть, соответственно, да, это сотрудник абсолютно безопасный для вас. Проверим ведомством, проверим Центральным банком. Данный сотрудник абсолютно полностью отвечает за сохранность ваших денежных средств и является уголовно-материально ответственным лицом. Поясняя проще, Алексей Сергеевич, все ваши разговоры с данным сотрудником записываются и будут прикладываться к уголовному делу. Согласно 854-й статье Гражданского кодекса Российской Федерации, банк самостоятельных решений предпринимать не может и не будет по вашему счету, счетам и так далее. Это незаконно. Исходя из этой ситуации, согласно регламенту Центрального банка, а также непосредственно, законодательству Российской Федерации, вам будут предоставлены ряд защитных действий. У меня указано о том, что сегодня вы более операций никаких производить не будете с Центральным банком. Вы уже общались по данному поводу с вашим ведущим специалистом? Ну да. Общались. Хорошо, Алексей Сергеевич. Согласно Федеральному закону 115-му, Центральный банк обязуется следить за операциями физических лиц на территории Российской Федерации. То есть, ну собственно, это вопрос основного счета. Что такое основной счет, вам поясняли, я думаю, правильно? Да. Поясняли. Также, исходя из ситуации, я вас попрошу на момент всех следственных действий в взаимодействии с ФСБ и Центральным банком соблюдать 310-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну что такое 310-я статья? Поясняю. Это вам предоставлены подследственные информации, да, соответственно, на третьих лиц она не распространяется. То есть, речь идет конкретно о следственных оперативных действиях о вашем взаимодействии с Центральным банком и о той операции, которая будет производиться. Это было понятно, я надеюсь? Да. Было понятно. Хорошо. Уточните, у вас имеется интернет под рукой, Алексей Сергеевич? Имеется. Будьте добры, зайдите через Яндекс на fsb.ru Так. Будете заходить, задавайте вопросы, которые вас интересуют по данной ситуации. Так. fsb.ru У меня есть тут написано так, 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 веб-приемная fsb.ru Нет, не веб-приемная вам нужна. Вам нужно зайти непосредственно на официальный сайт fsb.ru Ну, это он и есть. fsb.ru Смотрите, вам нужно спуститься вниз и найти такое понятие, как территориальные органы fsb.ru Так. 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 Руководство, структура, так, территориальные органы. Так точно. Так. В самый-в самый низ. Вот вы видите веб-приемная, да, у вас там научно-техническое сотрудничество. А, территориальные органы. Вот, нашел. Да, 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 да. Нашел. Нашли. Нажимайте, ищите. Видите, поиск у вас имеется? У? Карта Российской Федерации, поиск. У ФСБ, по-моему, в УСБ области. Да, 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 правильно делаете. Вот, выбирайте. Ну, да. Да. Видите, проспект Ленина, дом 33? Да. Видите, телефон дежурного и телефон доверия? Да. Какого номера я вам совершаю звонок в данный момент? А, с 4076, круглосуточно. Телефон дежурного. Так, я с какого вам звоню? Ну, вот, вы звоните, который начинается, заканчивается на 4076. Совершенно верно. Имеете понимание, Алексей Сергеевич, с кем вы сейчас общаетесь, я надеюсь? Смотрите. сотрудникам ФСБ. Понятное дело. Для чего это сделано? Для того, чтобы под запись разговора вы имели представление, с кем вы разговариваете, да? Соответственно, чтобы у вас потом не было такого, что вы не знали, вы не слышали, вы не видели. На сейчас, в составе оперативных сотрудников ФСБ вам информацию никто никогда не предоставит. Поэтому, если вы захотите со мной пообщаться, либо с сотрудниками ФСБ в целом, вы говорите об этом непосредственно вашему ведущему специалисту. Нам предоставляется запрос через юридический департамент и мы с вами связываемся. Это было понятно? Ну, да, это было понятно. Хорошо, Алексей Сергеевич. Также, я попрошу заметить, да, о том, что сегодняшним днем операции никакие производиться не будут. На сейчас, что важно понимать? Ваше устройство телефонное, да, будет подключено в биллинг. Знаете, что такое биллинг в целом? Имеете представление? Биллинг. Когда-то я с этим сталкивался, но сейчас уже забыл. Давайте поясню. Это определенные, да, собственно говоря, манипуляции с вашей сетью телефона и также интернет-трафиком. Поясняя проще. Все разговоры записываться не будут. Будут разговоры, да, разговоры записываться только на ключевые фразы. То есть, такие фразы в телефонном режиме, как ФСБ, мошенничество, Центральный банк, непосредственно Украина, спецоперация, да, Владимир Владимирович Путин, Патрушев, Зеленский, я не знаю, и все вот похожее на этот момент, да, будут записываться у нас, будут мотаться на катушку, поэтому, Алексей Сергеевич, все вот эти фразы просьба не употреблять в телефонном режиме. Это было понятно? То есть, Путин, спецоперация, война, вот это вот все, да? Да, 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 все верно, верно. Но я думаю, вам лишние вопросы не надо, правильно? Не надо, да. Вот попрошу вас исключить из речевого оборота данные фразы. Также вопрос интернет-трафика будет отслеживаться с нашей стороны, поэтому тоже не гуглим, не ищем в поисках, все равно вы ничего не найдете. На сейчас, Алексей Сергеевич, вы соблюдаете статью 310, согласовываете непосредственно предварительную информацию, когда вы созвонитесь завтрашним днем с вашим ведущим специалистом и приступите к определенным операциям. На момент всех действий вам будут предоставляться соответствующие документы, вы договоритесь об этом с вашим ведущим специалистом. Это было понятно? Да. Также все неизвестные номера, которые вам будут поступать при звонках, я вас попрошу отслеживать, да, завтра продиктуете их мне. Уточните, паспортные данные менялись с 2021-го города? Нет. Не меняли. Выдан ВВД город Апатит и Мурманская область, правильно? Да. Паспорт 2005-го года, 02-09-го? Да. Серию номер диктовать не буду, сами понимаете, запрещено. Хорошо, вот данные, паспортные данные, да, фигурируют сейчас во всех наших заявлениях, поэтому, Алексей Сергеевич, если вы не хотите, чтобы от вашего имени производились различные операции, очень внимательно отнеситесь к данной ситуации. Вопросы имеете ко мне? Да, у меня есть вопрос, но у меня... Давайте. В общем, я хотел написать ФСБ на некоторых украинских блогеров. Я обратился... Украинских блогеров? Вот, которые занимаются подрывной деятельностью. На территории Российской Федерации? Нет, там у себя, на Украине, но вся их деятельность равно вредит нам, всем. Так, тут согласен, с вами согласен. Так. И когда я за что... Заявление написать? Заявление написать? Ну, просто... Обратить внимание ФСБ на этих товарищей. Их деятельность. Так, Алексей Сергеевич, смотрите, я вам открою очень большой секрет, наверное, или не секрет. Мы давным-давно со своей стороны прекрасно понимаем, кто действует в отношении Российской Федерации неправильно. То, что там эти фашисты, развели балаган, который мы сейчас пытаемся, ну, скажем так, порядком навести. Мы это тоже все прекрасно понимаем. И поверьте мне, Алексей Сергеевич, я уже не первый день на службе, да, мы устраним данную проблему и искореним, искореним вот этих лиц, которые пытаются оклеветать нашу с вами страну и, соответственно, навредить нашему народу с вами. Вы мне верите? Ну, я вам верю. Аж зло берет. Поэтому, Алексей Сергеевич, вы вот эту информацию, которую хотите предоставить, предоставите уже в устном порядке, когда мы с вами будем в ведомстве находиться, да, под запись также. Договорились с вами? Ну, я-то без проблем, для меня это не составляет такое по запись или как угодно. Так, ну все, в таком случае будем, значит, сотрудничать с вами. Да, да. Хорошо, Алексей Сергеевич, сейчас, если вам было все понятно, до завтрашнего дня я с вами прощаюсь. Хорошо. Вы сейчас ожидаете звонка от вашего ведущего специалиста Да, также, на момент всей операции нам нужно с вами придумать кодовое слово. Имеются какие-то предположения? Какое кодовое слово мы установим с вами? Кодовое слово. Да. А, вот, хорошее кодовое слово. Икуни. Икуни? Да, икуни или икуни. Икуни. Икуни, нормально будет? Икуни. Да, тут удаление не имеет значения. Понял, понял вас. Хорошо, Алексей Сергеевич, в таком случае кодовое слово икуни, или икуни, как вы сказали, сейчас, да, когда вам наберет ваш ведущий специалист, я соответствующий запрос предоставлю на юридический отдел. Когда вы будете общаться с вашим ведущим специалистом, либо со мной, изначально представляются кодовое слово, далее вы продолжаете общение. Если кодового слова нет на момент всех следственных действий и операций с вами, вы попросту кладете трубку и ожидаете звонка. Услышали меня? Ага, то есть тот, кто будет мне звонить, должен сказать кодовое слово? Совершенно верно. Это именно от ФСБ или от Центрального банка? И от ФСБ и от Центрального банка. Угу. Я вас понял. Ваше все взаимодействие на теперешний момент это моя головная боль с Центральным банком. Угу. Я надеюсь, вы понимаете. До завтрашнего дня повторюсь еще раз. Информацию никому не распространять, если, ну, непосредственно не хотите вопросов. Я вас понял. Они будут очень неприятны. Все, ожидайте звонка от вашего специалиста. Хорошо. До завтра. До завтра. Алло. Алексей Сергеевич Зуева Елена с Центральный банк. Угу. Я поступил обратный отчет от сотрудников правоохранительных органов, да, вот, от юродела, что они с вами уже связались, правильно? Да. Плохо слышу, Алексей Сергеевич. Да, 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 именно так. Связались. Хорошо. Со своей стороны информацию они вам предоставили, все было понятно. Да. Так, хорошо, Алексей Сергеевич, смотрите, у меня также есть информация о том, что сотрудникам правоохранительных органов вы установили кодовое слово. Это кодовое слово, правильно мне поступило, Микуни? Что? Микуни, кодовое слово. Микуни. Ну, ну, да, 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 только как-то слышится от вас странно, но слово И, Куни. А, первая буква И, правильно? Да. А, я поняла вас. Все, неправильно мне немного предоставили информацию. По моей информации там первое слово, буква была М. Так, все, я вас услышала. Хорошо. Так, Алексей Сергеевич, смотрите, что по действиям. Мы на завтрашний день переносим все действия, да, регламентные, потому что сегодня никак технически и физически мы эти действия выполнить не сможем. Полные инструкции по замене вашего счета я получу уже завтрашним днем. В целях безопасности они предоставляются, да, вот, поэтапно. Сейчас у меня есть информация, что замена вашего основного счета она будет происходить в три этапа. Первый этап это удаление вашего старого счета взломанного, да, мошенниками. Второй этап это активация вашего нового счета, да, безопасного, к которому нет доступа у мошенников. И третий этап это, собственно, получение документации от центрального банка в печатном виде. Как я вам и говорила ранее, у вас будет либо же встреча с юристом центрального банка, я пока не могу вам точно сказать, либо же просто получение документации в запечатанном, да, конверте в проверенном безопасном отделении банка. Этот момент мы с вами обсудим чуть позже. Сейчас говорится об этом рано, да, мы сможем, собственно, обсудить это, когда уже выполним переактивацию вашего основного счета. Думаю, что завтра мы с вами это и обсудим. Также по моей информации от финансового отдела вам было предоставлено мое удостоверение, да, карта сотрудника в электронном виде по сети Телеграм. Проверьте, пожалуйста, вам поступило удостоверение? У меня что-то поступило, но проверить сейчас я не могу. Сейчас, один момент, сейчас я сделаю так, чтобы я мог это проверить. Так, где же это? Так, центральный банк, фотография. Так, Зуева Елена Елена Владимировна. Да, есть такое. Познакомьтесь, должность, как вы записывали. Обратите внимание, пожалуйста, на электронную подпись. С электронной подписью ранее работали? Нет, никогда не работал с электронной подписью до этого. И даже не совсем понимаю, как она работает. Ну, давайте я вам объясню. Смотрите, вот электронная подпись, это то, что у вас, вот смотрите, документ, и в, получается, правом нижнем углу у вас в таком прямоугольнике написано документ подписан электронной подписью. А, да, 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 есть такое. Видите? Вот, вот смотрите, это очень-очень важный момент электронного документа. Если вдруг будете сталкиваться в дальнейшем, да, в этом, ну, вот, ну, с электронными документами, которые не в печатном виде вам предоставляются, а, допустим, ну, вот на почту или что такое, вот такой документ электронный, он всегда должен быть подписан электронной подписью. Это как мокрая печать на обычном документе. Очень важно, и если этой электронной подписи нет, это значит, что документ вообще, в принципе, недействительный, он ничего не значит. Поэтому, если вдруг будете сталкиваться, обращайте на это внимание в будущем. Хорошо? Ага, понятно. Все. Хорошо, смотрите, Алексей Сергеевич, что еще хотела сказать? У нас с вами есть несколько таких неклассных правил до завтрашнего дня, а мы с вами, кстати, нас прервали на моменте того, что вам завтра нужно в поликлинику. Вам на какое время в поликлинику необходимо? Это будет вечер. Вечер. Это будет где-то около 19 часов. А, я поняла. Ну, смотрите, в таком случае мы с вами, я думаю, в принципе, в первой половине дня выполним все регламентные действия, до вечера вы точно будете свободны. Значит, что необходимо понимать? Вам будет удобно? Вы во сколько вообще обычно просыпаетесь, скажите, пожалуйста? Когда я заканчиваю, ну, я, ну, вот, я сегодня освободился где-то около часа. Вот. Так, а завтра у вас какие-то планы есть в первой половине дня? Вот до часа, вот до часа у меня будут планы необходимые, все мои необходимые процедуры, которые я должен сделать. Так, ну, смотрите, завтра нужно просто чем быстрее, тем лучше нам заняться заменой основного счета. Это занимает там несколько часов времени и желательно это сделать в первой половине дня. Вам будет удобно, если я выполню вам звонок где-то к 9 утра? А, вот это как раз будет неудобно. А чем вы будете заняты, если не секрет? Ну, как, ну, мне нужно приготовить обязательно еду. А, меня в первой половине дня мне может как правило ухудшается мое состояние здоровья. В следствии чего я где-то на час могу уйти в туалет. Вот, просто. Напросто. во сколько утром? Значит, вот утром вот где-то до часа где-то до часа мне может быть внезапно может стать очень плохо. Вот, пока не подействует лекарство. А лекарство вы утром принимаете, правильно понимаю? Я принимаю утром, в обед и вечером. Вот, потому поскольку являюсь инвалидом второй группы бессрочной и не работаю. Так, поняла. Хорошо, давайте тогда как поступим? Еще раз, да, нам нужно будет с вами в любом случае связаться утром, а там мы уже будем решать, исходя из инструкции, которая предоставит финансовый отдел. Смотрите, у меня рабочий день начинается с 8 утра, но обычно утром идет совещание, да, вот, с начальством. Так, скорее всего, завтра и будет, по вашему делу будет совещание. Поэтому где-то к 9 я смогу выполнить вам звонок. Будет удобно? Ну, мне будет неудобно, но я могу, я в принципе смогу на него ответить. Я думаю. Ну, давайте завтра тогда мы с вами договариваемся на 9, да, чтобы вы со мной переговорили и там, исходя из той информации, которую финансовый отдел предоставит, мы с вами будем решать по действиям. Как там действовать и во сколько, хорошо? Ну, хорошо, хорошо. Хорошо. Смотрите, связь можем также держать через вот мессенджер Телеграм. То есть, если у вас вдруг до завтрашнего утра возникают какие-то вопросы по ситуации, захотите что-то уточнить, может, что-то станет непонятно, сейчас обдумаете эту ситуацию, вы обязательно порядки мне пишите или звоните. на рабочем месте на рабочем месте я в любом случае до 7 часов вечера, это вот железно, так сказать, после 7 вечера я могу вам не сразу ответить, потому что я также могу, например, направляться домой, да, могу быть в общественном месте, на меня статья 183-я также распространяется, естественно, в общественном месте, дома, я с вами открыто общаться не могу. Поэтому после 7 вечера я попрошу вас изначально написать, если у вас будут вопросы, я вам по обстоятельствам отвечу, чем быстрее, тем лучше, да, как смогу, хорошо? Хорошо. Так, что еще? Смотрите, в целях безопасности финансовой, да, так как вот операции у вас такие происходят, ваш основной счет, он будет поставлен на особый контроль на ночь, да, чтобы у мошенники никаких списаний там у них не получилось выполнить. Я вас попрошу самостоятельно, во-первых, не выполнять никаких операций, то есть ни снятий, ни покупок, ни естественно самостоятельно посещения отделений, звонков на горячей линии, чтобы вы не попали на мошенника, да, и не усугубили еще больше ситуацию. То есть, подождите, я хочу уточнить, я должен пойти купить хлеб, у меня нет хлеба. Ну, смотрите, это вы по какой карте хотите делать оплату? По кредиту, да, потому что на другой-то карте у меня все равно денег нет. Так, а когда вам нужно сделать эту покупку? Сегодня, так же? Ну, несколько часов назад. Но я разговаривал с вами, и поэтому не мог пойти в магазин. Так, поняла. Давайте будем поступать таким образом. Если вы будете выполнять какие-то операции, я назначаю тогда, что это будет кредитная карта. я сейчас получу разрешение от финансового отдела. Если вы выполняете какую-то операцию, допустим, покупку по карте, вы об этом пишите мне в чат, что, Елена, вот в Телеграме, я выполню там покупку и примерную сумму напишите, чтобы я подала отчет на финансовое дело, что это действие выполнили вы, а не мошенники от вашего имени. Понимаете, для чего это нужно? Понимаю. Вот. Еще один момент. В цели безопасности, Алексей Сергеевич, ваши личные денежные средства, которые находились на ваших счетах и картах, были перенесены на ячейку временного хранения в банке. То есть, по сути, они как будто бы в сейфе находятся. Ваши личные денежные средства были заменены резервом банка. Что такое резерв банка? Это, ну, простыми словами, меченые купюры. Заменены деньги были специально, да, центральным банком. Для того, чтобы, если мошенники вдруг даже что-то испишут и деньги пойдут в оборот, чтобы эти деньги, да, мы могли отследить. Потому что это купюры банка, там, меченые купюры, да, и их вот очень легко отследить, собственно. Поэтому самостоятельно, вот, кроме каких-то оплат в магазине, не выполняйте, пожалуйста, никаких операций. Хорошо? И если выполняете, пишите сразу мне об этом, чтобы я вот указывала, что это ваши действия. Хорошо? Хорошо, я вас понял. Хорошо, Алексей Сергеевич. Ну, в принципе, по информации от меня это все. И насчет политики конфиденциальности. Соблюдайте, пожалуйста, ее, да, вот до завтрашнего дня. Но я так понимаю, что вы проживаете один? Да. Я поняла. Ну, то есть, друзья, знакомые, может быть, там, соседи и так далее, им также информацию не распространяйте, пока мы этот вопрос не решим. Когда уже полностью заменим ваш основной счет и данные счета будут в безопасности, тогда вы сможете там рассказать или поделиться с кем-то, если захотите, да? Пока что этого лучше не делать, соблюдать, вот, собственно, закон. Это не наша прихоть, мы так придумали, а какие правила? Понимаете это, Хорошо. Хорошо. Так, что, если у вас нет вопросов ко мне никаких, мы, в принципе, с вами можем, да, рассоединять линию связи. И, если что, пишите мне в чат, в телеграме, или можете выполнить сюда звонок, если там будет до 7 часов вечера. Так вам удобно будет, я смогу вам ответить до 7, прямо сразу, хорошо? Понятно. Все, договорились, Сергей Сергеевич, может, какие-то вопросы есть? То есть, я иду покупать потом, и присылаю вам в чат сумму покупки. И больше ничего. Да, если сейчас пойдете в магазин, да, то напишите мне, там, выполните покупку, или перед тем, как выполнить, ну, лучше после, да, то или я там выполню в магазине покупку, и примерную сумму, ну, или точную, если получите. Я просто подам эту информацию на финансовый дел, чтобы они операцию пропустили. Как это бывает, я вам объясню. Она-то, по сути, для вас, да, вот в магазин, допустим, вы оплачиваете, она проходит. Но потом в системе банка она будет приостановлена и до получателя, до самого магазина. Она не дойдет. Она не дойдет, да, поэтому, чтобы деньги дошли и все было корректно, нужно, чтобы вы мне сообщили, и я вот сообщила информацию о том, что это ваше действие. Поняли? Понятно. Я понял. Все, замечательно. Тогда я буду ждать от вас еще оповещения. Хорошо? Хорошо. Все, тогда, Алексей Сергеевич, я желаю вам хорошего вечера. Буду ждать от вас смс. До завтра. Понятно. Алло. Алло, Алексей Сергеевич, это Остров Андрей Викторович вас беспокоит. А почему с вами полдня не могут никто связаться? Кто, 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 кто? Простите. Говорю, Остров Андрей Викторович вас беспокоит. Мы с вами вчера общались. Почему с вами не могут связаться полдня ни Центральный банк, ни наше ведомство, никто? Ну, потому что у меня были проблемы со здоровьем, и я не смог ответить. А телефон был в режиме полета. Я понял. Алексей, а вы уточните, вы, собственно, сейчас решили все ваши проблемы. Вы помните, почему с вами вчера связывался Центральный банк? Вы договаривались непосредственно о общении с сотрудником. Да, непосредственно вам должны были регламентные действия сегодняшним днем предоставить. да. Вы помните об этом? Вы вопросы свои решили по здоровью? Ну, сейчас, к данному моменту да. К данному моменту да. То есть, я так понимаю, что вы готовы непосредственно взаимодействовать с Центральным банком. Да, а вашу должность я... Вы, собственно, откуда? Вы из милиции? Нет, не с милицией. С милицией... Милиции нет такого понятия. Есть полиция. Есть полиция. А я вас беспокою. Федеральные службы безопасности. ФСБ. Мы с вами вчера общались, вы не помните? А, да, 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 да. Алексей Сергеевич, давайте с вами договариваться об одном, об одной очень простой вещи. Да, вот, позвольте мне, да, кое-что сказать. Если вы имеете какие-то договоренности с определенными службами государственными, я вас попрошу эти договоренности впредь соблюдать, потому что речь касается сейчас вашей финансовой безопасности. Мы с вами договорились. Ага, а еще раз уточните вашу фамилию и мою отчество. Вы вчера просто, я что-то... Вы не представили? Остров. Я вам вчера представился. Остров Андрей Викторович. Остров Андрей Викторович. Так точно. Вы скажите, пользуетесь какими-либо вспомогательными инструментами на устройстве в виде WhatsApp, Viber, Telegram? Telegram. Telegram. Хорошо. Для себя отмечу. Возможно, получится вам предоставить фотографию своего удостоверения. Сейчас дома находитесь? Да. Дома. Третьи листы имеются рядом с вами? Нет, 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 нет. Вы помните, о чем мы с вами вчера в целом разговаривали? Либо нужно напоминать? Да, помню. Помните. Так, а почему вы мне тогда вопросы задаете, если вы помните? Да, да, точно, точно. Я же не спросил вас секретное слово, вы же должны были сказать. Икуни, икуни, поэтому я задаю вам вопрос, вы точно помните, о чем мы с вами вчера разговаривали? Да. Алексей Сергеевич, вопросы возникли у вас, какие-то звонки были странного характера за ночь? Нет, нет, у меня же был телефон в режиме полета. В режиме полета. Но более не ставим в режим полета и ожидаем непосредственно звонка от вашего ведущего специалиста. Как ведущего специалиста зовут, помните? Ой, нет, нет, ну... Елена Владимировна. А, да, 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 да. Вам нужно будет проследовать непосредственно под руководством Центрального банка в отделении банковской структуры. Вы готовы к этому? А, когда именно? Сегодняшним днем. Сегодняшним днем, ну... Вы уже должны были данные операции сделать, я вам больше скажу. Вы же на связи не выходили? Ну, да, да, именно поэтому, потому что у меня были проблемы со здоровьем, я и не смог никуда пойти. Я понял, что у вас были проблемы со здоровьем. Сейчас вы готовы к действиям, насколько я понимаю. Ага, я вот еще хотел спросить, я может быть пришлю, у вас там есть электронная почта ФСБ Мурманской области, пришлю ссылки вот на этих товарищей с Украины? В личном, в личном общении вы мне все предоставите, я вам об этом сказал. Да, но... Сейчас речь не... Послушай, сейчас речь не об украинских блогеров, да, а речь непосредственно о том, что ваши денежные средства могут идти на финансирование тех лиц, которые, в свою очередь, предоставляют возможность покупать те вещи, которыми потом солдат наших убивают. Я ясно изъясняюсь? Да-да-да, но мне вот только один вопрос уточните, пожалуйста. О приличном общении вы приедете ко мне сюда непосредственно? Мы с вами этот вопрос обсудим немножко позже, когда вы получите документы. Я помню, что вы находитесь совершенно в другом городе. Я помню. Ну, хорошо, слушайте, а может быть мне связаться тогда проще будет с товарищем Кузнецовым? С Кузнецовым вы это как? Ну, нет, это непосредственно руководит ну, в общем, он тут руководит у нас от администрации города. А при чем здесь товарищ Кузнецов к администрации города и ФСБ, если я не понимаю? Ну, как, ну, мы же с ним обычно договариваемся обо всем. Ну, о проведении митингов, вот это вот все, взаимодействие с администрацией. Алексей Сергеевич, администрация никоим образом не касается Федеральной Службы Безопасности. Но, но, но ведь этот вопрос, этот вопрос курируется Москвой, Лубянкой. Знаете, что такое Лубянка? Ну, естественно, естественно, знаю, у меня же дядя работал в Госбезопасности, вот, товарищ Кузнецов 20 лет, служил в Госбезопасности. Замечательно. Алексей Сергеевич, еще раз, еще раз я вам повторяю, они никоим образом взаимодействуют с нашей судьбой. Понятно, то есть, даже товарищ Кузнецов ничего не должен знать. Никто о том, что производятся следственные действия, кроме вас, ФСБ, 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 и других граждан, которые попали под факт компрометации, знать не должны. Я ясный здесь? Да, вот, теперь все точно, теперь все точно, ясно и понятно. Благодарю. сейчас ожидаете звонка от вашего ведущего специалиста и следуете под ее руководством в отделении банка. Услышали меня? Ага, да, конечно. Все соответствующие инструкции вам предоставятся и закодовое слово. Будьте добры, не забывайте. Хорошо. Хорошо, спасибо, что напомнил. Пожалуйста, ожидайте звонка. И без самодеятельности, Алексей Сергеевич. Ну, это само собой. Замечательно, что мы друг друга понимаем. Ожидайте звонка. Угу. О, здравствуйте. Департамент безопасности Центрального банка Зуева Елена кодовое слово и Куни. Связалась с вами по обратному запросу от сотрудников правоохранительных органов. Значит, я так понимаю, они с вами связались сегодняшним днем только что, верно? Верно. Так, хорошо, Алексей Сергеевич, а почему на связь не выходили? Мы же с вами договаривались. Помните, на 9 утра. Ну да, но я говорил же, что я ничего гарантировать не могу, потому что у меня серьезные проблемы со здоровьем. Я, между прочим, инвалид второй группы, и поэтому я сказал, что я, в принципе, готов к звонку, но дело в том, что ночью мне стало хуже, и я был вынужден поставить телефон в режим полета. А как телефон в режиме полета влияет на ваше самочувствие? Я не могу себе позволить просыпаться по ночам. Просто ночь у меня вот сегодня длилась до 12 часов дня. Ага. Так. Поняла. Устули вы, что поздно, или что? Нет, у меня просто проблемы серьезные со здоровьем. почему я и не работаю? Я не работаю за то, что может случиться всегда вот такая вот ситуация, проблема. Да, я... Да, я... Поняла, Алексей Сергеевич, услышала. Вы где находитесь? Дома? Дома. Поняла. Ну, смотрите, предварительно финансового отдела у меня есть информация о том, что нам следует проследовать в отделении банка. Адрес отделения сейчас буду уточнять. Скажите, пожалуйста, у меня в заявке уточняется какой-то адрес. Скажите, вам знаком адрес? Город Аппатиты, улица Строителей, дом 13, квартира 50. Ну, да. Я тут живу... А, все, поняла вас. Хорошо. Просто фигурирует, я не могу понять, что это за адрес. Я вас услышала. Хорошо, смотрите, пока я получаю полные инструкции по действиям. То есть, как мы будем действовать, в какое отделение банка следует, да, направиться. Пока что вы можете собираться, это займет определенное количество времени. А возьмите, пожалуйста, сейчас листочек и ручку, запишите, что необходимо будет взять с собой в отделение банка. Так, один момент. Угу. Так, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Мне проще записать в блокнот. Да, я вас слушаю. Так, смотрите, во-первых, нам нужно взять с собой паспорт, это в обязательном порядке. Паспорт записал. Да, возьмите, пожалуйста, с собой обе ваши карты, и кредитную, и дебетовую мер пенсионную. Угу. Также возьмите с собой блокнот и ручку, чтобы, ну, если записать необходимо будет все данные. Угу. И, смотрите, если вам по времени, в ближайшие, там, два, два с половиной часа нужно принимать какие-то медикаменты, их лучше взять с собой вместе с бутылочкой водички, чтобы вы могли принять, да, таблетки, потому что... Ну, это, 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 нет, это не понадобится. Ну, вы поняли, да? Не понадобится? Да. Все, поняла. А вот еще такой вопрос, вы, ну, со зрением, все в порядке, или вам нужны очки? Нет. Не нужны. Все, поняла. И смотрите, главное еще, чтобы ваш телефон был достаточно заряжен, потому что сейчас нам линию связи прерывать нельзя, пока мы с вами находимся на линии, я могу контролировать операции, которые происходят по вашим счетам. Если связь прерывается на длительное время, я теряю контроль над операциями, закрывается заявка, и списания могут быть пропущены системой. Поэтому связь мы не должны прерывать, для этого нужно поддерживать заряд мобильного устройства. Хорошо, а вы мне можете сейчас, можете сейчас объяснить, что мне придется делать? Смотрите, полные инструкции по замене счета я уже получаю, да, пока что вам их в полном объеме сообщить не могу. По той информации, которая у меня имеется, замена вашего основного счета будет происходить в три этапа. Первый этап, это, собственно, как я вам вчера говорила, да, это удаление старого счета, второй этап активация нового счета, и, собственно, на третий этап получения документации. Пока что точно я уточняю, как мы будем действовать в отделении банка, сообщу вам, когда уже, собственно, вы готовы будете направляться к банку, я думаю, к этому времени мне информация поступит. Да, ну, подождите, вроде как мне сказал старший дознаватель, капитан, как он там, как его, Мальцев, капитан Мальцев сказал, что пострадало у нас в России около двухсот тысяч человек, то есть я уже не первый. Ну, конечно, но это не то, чтобы пострадало, это не 200 тысяч человек, а 120 тысяч граждан, да, находятся в списке данных, которые скомпромиссированы, это да, это правильно. Сейчас вы, наверное, хотели задать этот вопрос, точнее, задали его, потому что вы не первый человек, и я должна знать инструкции, вы это имели в виду? Ну, да. То есть, я вам объясню просто, ситуации, понимаете, это у каждого человека своя индивидуальная ситуация. У вас такая, у вас такой банк, такая сумма. У другого человека другая ситуация, соответственно, инструкции могут меняться. Ну, представьте, я самостоятельно не действую, эти инструкции, они не от меня исходят. Их составляет финансовое дело. Я-то плюс-минус ситуацию понимаю. Но, если я вам сейчас предоставлю информацию, а потом мне другие, да, инструкции предоставят, финансовое дело, такое может быть, получается, что я буду вводить вас в заблуждение. Нет, нет, просто основной счет, он же у всех одинаков, то есть, и инструкции, если вы из Центробанка, они должны быть всегда одни и те же. Да нет, они не одни и те же. Ситуации бывают разные. У кого-то кредит оформили, да, и пытаются списать. У вас попытка хищения личных денежных средств. Исходя из этого, инструкции могут меняться. Я получу их, как только в полном объеме, я от вас их не скрываю. Как только они у меня в полном объеме коррекции будут предоставлены от финансового дела, я вам сразу же их сообщу. Нет, 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 я просто, понимаете, мне просто хочется узнать объем, объем бумажек, которые мне придется заполнять в отделении банка. Вам не нужно будет заполнять много бумажек, не переживайте. Ну, понимаете, вот количество бумаг обычно, которые я заполняю, когда куда-то иду, в какое-то отделение, в соцзащиту там, и вот и прочее. Даже просто, чтобы лечь в больницу, нужно заполнить такой объем макулатуры. Вы хотя бы примерно, то есть, мне надо писать, я так понимаю, надо идти в отделение Сбербанка, писать заявление, я прошу, то есть, на имя такого-то, прошу закрыть мой старый счет и открыть новый, перевести, соответственно, все мои карты, вклады, на вот этот вот новый счет. Так это будет выглядеть-то? Да, ну нет, немного не так, давайте мы как с вами поступим, мы не будем загадывать, я получу инструкции, вам их предоставлю, они предоставляются мне в финансовом отделе, повлиять на эту скорость, понимаете, предоставление я не могу. Поэтому вы пока будете собираться, я думаю, что полные инструкции будут у меня в доступе, я вам сразу о них сообщу, и будем уже действовать, да, отталкиваться от тех инструкций, которые нам предоставят. Вы просто поймите, что я здесь как посредник, да, есть финансовое дело, есть вы клиент. Я между вами как представитель, да, и я вам могу эту информацию только сообщать. Хорошо, ну а вы, а вы уже, ну как, узнали, что такое Икуни? Нет. Ну, я вам сейчас быстро объясню. В общем, будет видеоролик, оно будет называться «Как обмануть мошенников с помощью Луны в матроске». А Икуни – это режиссер «Сейлор Мун». То есть я разыгрывал, разыгрывал вас в течение этих двух дней и посмеивался… Вы разыгратель? Да, вы разыгратели? Да, 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 разыграл противных украинских мошенников, с чем я себя и поздравляю. Но, естественно, с помощью «Сейлор Мун». Алло! Да, Лёха, как дела у тебя? А кто это? А что, Сергеевич, ты уже не понимаешь, кто тебе звонит или что? Нет, нет, не понимаю. Не понимаешь? Что ты, Кот Леопольд, давайте жить дружно. кодовая икуни. Хай, канто куйкухае понифико дэв. Все верно. Ты на испанском начал разговаривать или что? Нет, на испанском. Кодовая икуни. Ну, хоть уже интересно, давай, объясни. Так я только что сказал. Да ну, блин, за через третье колено узнавать информацию неинтересно. Давай с первых уст, как говорится. Знаешь, сказал, да, режиссер, икухар, кунифико, есть. Понял. Так смотри, я вот смотрел это какое-то аниме, мультфильм, фантастика, правильно? Ну, это, ну как, фантастика, там много жанров, официальный жанр Махуси Джо. Понял, Махуси Джо. Я тебя понял. А ты любишь аниме, да? Нет. Нет. Нет? Просто директора икухара, он изменил мир, он наводнил этот мир анимешниками. Это только уже потом конкуренты начали создавать свои вот эти евангелионы, рубаки, а он был первопроходцем. Я понял. Леш, так, а как ты понял, собственно, с кем ты разговариваешь? Интересно просто. Или когда ты понял? Ну, как? Ну, вообще, это секретная информация. Но, дело в том, что у меня же, я же сказал, что у меня дядя служил в госбезопасности. Так. Вот. И еще у меня есть знакомые в администрации. Так, это я уже понял. Ну, и в конце концов вы просто на Ютьюбе можете нагуглить видеоролики с моим участием. Именно с моим участием? Ну, с моим. Именно. А, с моим участием. А. Да. Я понял. Так. Но еще некоторые видеоролики были просто удалены. Это там, где я попал в новости РЕН-ТВ. Вот. А поскольку канал РЕН-ТВ удален полностью, то, естественно, и видео со мной там тоже. А что, а что за, что за видео хоть какого характера? Ну, как правило, политическое. Ну, одно политическое. Это у Саши Сотника. Так. Вот. Нет, смотри, вопрос не в этом, Леша. Вопрос не в этом. Ты, вот, ты сказал, да, там, специалисту Центрального банка, что ты обманул мошенников. Правильно? Ну, да. А как ты понял, с кем ты разговариваешь? Ну, я же говорю, это секретная информация. Нельзя давать мошенникам маскеры, которые выдают, что они мошенники. Если я вам скажу, то есть, на самом деле, вы проделали большую работу. То есть, ваши актеры начали играть довольно убедительно. Но есть кое-что, на чем вы спалили. Так, слышишь, ну, а скажи, хоть на каком, имеется в виду, ну, не что именно, а на каком этапе? Это я тоже сказать не могу. Но, к счастью, я тоже научился. То есть, дело в том, что мошенники мне звонят довольно часто, и в конце концов, я уже понял, как нужно с вами разговаривать. А именно, удерживать внимание как можно дольше, потому что пока мошенники говорят стать специалистом по мошенникам, они не тратят время на более доверчивых людей, вот, которые могут не распознать обман, и поэтому, чем дольше вы сможете удержать их внимание, тем больше нанесете им вреда. Ну, во всяком случае, так говорят все специалисты, кто с этим сталкивался. То есть, никогда не посылайте лесом мошенников, не грубите им, не кричите, а наоборот, делайте вид, что вы им поверили. Ну, то есть, ну, смотри, давай будем честными, ты в какой-то момент поверил, я правильно понимаю, а потом ты понял, что ты разговариваешь с мошенниками, да? Сейчас я не могу говорить, потому что мне звонят по другому номеру. Просто все, что вам нужно знать, это то, что я отправил в образцы ваших голосов в реальную контору. Боже, что нам делать? Ну, я не знаю, ну, как-то, ну, подздаваться, наверное. Сдаваться? Ну, да. Подняли руки вверх уже. Ну, да, да, просто тут мне придется сейчас перезванивать людям, которые мне тут звонят. Ну, точнее, пытались позвонить по второй лень. Но это не важно. Не хотел тебя обременять, да, не хотел тебя обременять. Вот, то есть, для человека проблема это в чем? Проблема еще в чем? Я бы, конечно, понял еще раньше, но если бы не вот этот вот звонок про кредит, заставил меня подумать, что возможно, это действительно звонят из милиции. Но в какой-то момент я действительно все понял и решил вас просто разыграть. Вот, а сейчас я должен ну, на самом деле не шутник, а очень даже взрослый политический активист. взрослый политический активист. Взрослый политический, а ты за что выступаешь, за какие ценности политические? Ну, как? Ну, вы можете просто посмотреть видеоролик, который называется «Политик из глубинки». Там все я про себя рассказал. Вот, это еще когда Саша Сотник не поехал кукухой, вот, еще был нормальным журналистом, вы в принципе можете посмотреть. А так я помогаю Навальному помогал, пока он не сел. Помогал нормальным людям получается? Да. То есть ты против государственной власти, насколько я понял, ситуацию? Ну, как? В каких-то моментах я сотрудничаю с государственной властью, в каких-то моментах я работаю против нее. Ну, во всяком случае, это называется гражданское общество. Вот, недавно, 30 мая, из дюрячки в Японии выпустили девушку-революционерку Фусако Сигенову. У нее были свои методы борьбы, очень кровавые. Ее должны были повесить, но посадили только на 20 лет. 20 лет в 22-м году истекли, ее выпустили. Вот, но у меня, у меня другая стратегия борьбы. Вот, у режиссера Икухары третья. Вот, он занимался коммунистической пропагандой так, что эта коммунистическая пропаганда не воспринималась как коммунистическая пропаганда. А самая лучшая пропаганда, как вы знаете, это та, которая вообще не воспринимается как пропаганда. Я понял, в общем-то, в общем-то, вы... ...поддерживаешь действия, да, в отношении политики, которые производит твоя страна. Я правильно понимаю? Ну, я... Есть правило, что нельзя поддерживать то, что затеял Вова Путин. Все, что затевает Вова Путин, он превращает в спецоперацию. Я понял. Леш, смотри, Леш, давай я более не буду твое время отнимать. Ты молодец, если у тебя и вправду такое мировоззрение, но сказать здесь плохого не могу. Я тебе вполне серьезно говорю. Действуй дальше, делай то, что ты делаешь, ну, я думаю, нормальные люди тебя поддержат. А, я надеюсь, что больше никто не купится на ваши уловки. И ваш бизнес закроют. Ну, Леш, тут не могу тебе обещать то, чего не могу. обещать. Поэтому я тебе желаю удачи в твоей борьбе гражданской позиции и отстаивании непосредственно мировоззрения нормальных людей в твоей стране. А я желаю вам стать честными людьми до того, как до вас доберутся конторские работники или еще какие-нибудь музыканты ватнеровцы. Так что все, желаю удачи. все эти люди непосредственно уже переменены и удобряют нашу землю. Поэтому благодарю вам. как сказать, как сказать, дело в том, что пропаганда, пропаганда на самом деле, дело в том, что я-то смотрел видеоролик с реальным участником спецоперации. К сожалению, видеострим не был сохранен. но вот он рассказал такие вещи, ну, я их не могу сейчас озвучивать, потому что не телефонный разговор. Но дело в том, что врет как одна сторона, так и другая. Причем, кто врет больше, сказать, ну, сложно. Но он, в общем, как сказал, что пока у нас воевали резервисты, у нас были большие потери. Теперь с той стороны резервистов понабирали, и у них большие потери, потому что резервистам на фронте делать нечего. Они, конечно, ребята бесстрашные, но они несут большие потери. Одна ситуация такая, знаешь, я, ну, непосредственно вижу, что происходит воочию, да, как говорится, не из третьих слов и не из третьих уст. Поверь мне, ваши врут больше, даже тот человек, которого ты послушал. Все, я желаю тебе удачи. Давай. 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 Сайонара. Сайонара. Продолжение следует...